Ну, в первую очередь надо сказать, что после всего вот этого, мы, наверное, три месяца тому назад последний раз на Пахтагоре играли. 17 июля. 17 июля. Почти больше джин, чем три месяца. Так что эмоции, сборные, Лиги чемпионов, мотаться по миру. Я думаю, что нелегко. Но я должен сказать, что сегодня ребята вчера ночью приехали, позавчера ночью приехали. Не было их 18 дней, 11 человек с нами не работало. Но хочу спасибо сказать всем, что все вернулись здоровы. Здоровые, с позитивными эмоциями после сборной тоже надо спасибо сказать руководству. И вся концентрация уже переходит на чемпионат и на последние 10 игр. До конца чемпионата осталось очень мало. Каждая игра уже все меньше и меньше. Вы знаете, наверное, режим и календарь. Это уже для нас как нормально. Последние три месяца мы играем через каждый третий день. Кстати, кроме меня, наверное, это никто не обсуждает, не говорит. Во хвале этих мальчиков и футболистов, которые через каждый день, третий день играют. И играют хорошо. Да, это лига, надо вернуться, все будут кусаться, все будут мешать. И хоть первый тайм, первые 20 минут мы сыграли хорошо, забыли гол. Потом чуть расслабились и когда в футболе расслабляешься, обязательно получаешь. Я думаю, что во втором тайме, кроме там два или три таких мелких контратаков, мы многого ничего не получили. Создали пару моментов. Я думаю, что во втором тайме мы сыграли хорошо еще, довели дело до конца. Хорошая победа, нужная победа. И идем вперед. После такого крепкого календаря, плюс сборной, много игроков устало здесь, что ли, потому что сегодня браков больше, как обычно. Ну, я потому что только полчаса про это и разговаривал. Кроме того, что устали, надо сказать, что обвехали полмира. И Катар, и режим, наверное, лучше меня помните, как было. И более журналисты смотрели в одном комнате сидеть. Даже только я выходил на пресс-конференции. Кто-то, наверное, меня заразил. Пока еще не нашел, кто, чтобы задушить его хорошенько. Ну, аэропорт, потом еще раз. Значит, ну, это и есть. Потому мы эту игру любим, потому они игру любят и играют. Так что усталость будет, это нормально. Надо этим бороться, как бороться. Правильно играть, правильно жить, правильно тренироваться, правильно восстанавливаться и так далее. Как сейчас в каком формате должен провести Кубок Узбекистана? Вы знаете, этот вопрос был утром, мы получили этот вопрос. Я не могу сказать сейчас самый лучший формат. Не обдуманно. Ну, если групповая часть, это значит, что больше игр, чем мы уже сыграли, если я не ошибаюсь, 30 игр, партокол уже сыграл. Если остальные сыграли 19 игр, правильно, или 20, мы уже сыграли до 30, плюс сборная, те ребята, которые сыграли. Не знаю, я не могу точно ответить. Надо еще посмотреть календарь, когда дают. Для нас, конечно, чуть одна, хоть одна игра меньше, это значит, между играми день лишний, может и два, и три, где футболистам должно быть дано. Потому что эти футболисты будут завтра играть и в сборную, и за Бахтакор. Так что есть игры товарищеские, я так знаю, в ноябре, потом декабрь такой непонятный месяц, когда заканчиваем, когда начинаем, сразу с января и так далее, и тому подобное. Значит, сложно мне сказать, сейчас ответить, мы это, наверное, завтра утром сядем, календарь, тоже цифры, какие календаря нету, когда предлагают. Ну, наверное, олимпийская система в этом для нас будет идеальна. Завод Вомин. Что ты, Семенович, заметили, что вы начали давать больше времени молодым игрокам, да? То, значит, еще недавно был в Дубле. Означает ли, что в последний тур, который сейчас будет, уже меньше этих компетичных денег, то есть этих серьезных игр, да, сейчас будет, что вы еще больше игроков, чем молодого? Вот мне не нравится твой вопрос, и мне не нравится твой вопрос в том смысле, что если любой мой футболист прочитает, что есть игры не эти, как ты сказал, да, не, ну это, 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 я думаю, что неправильно. Все игры дают три очка, все игры надо играть на том уровне. Это команда, которая выходит на поле и с любым, с любым противником играет и старается показать то, что он умеет. Иногда это у нас очень хорошо получается, иногда так мешают, что очень сложно. Но я думаю, что ни серьезных игр у нас не будет. И вы лучше меня знаете, потому что все против нас играют double motivated, два раза больше с мотивацией. И там и премии, и потому что это пахтакор, и то, и то. Так что нам этого люкса нет. Я не думаю, что кто-то играет потому, что он молодой, и у нас, допустим, я не знаю, какая-то несерьезная игра. Я понял вопрос, но и мы будем, значит, исходить из того, кто чем занимается, как играет. Хочу отметить тоже Ходжимата Эркинова, который вошел, и он умеет, он в сборную играет, у нас играет. Так что не потому, что он молодой. Потому что он заслужил.